Всем привет! С вами Ирина. В этом видео мы с вами откроем сувенирчик, который привезла мне Катерина из Франции. Я думаю, что многие знают Катерину из группы ВКонтакте, девушка, которая живет в Норвегии. Вот мы с ней встречались в прошлом году в Киеве. Ну а в этот раз они проезжали с мужем через Львов. Ух ты! Магнитики! Супер! Кстати, мы тоже собираем магнитики. И в тех местах, где мы бываем, мы всегда стараемся привезти что-нибудь с собой и с поездки. Парочку вот так что есть. Из Будапешта мы привозили такой магнитик из Гданска. Ну то есть у нас вот как традиция такая, да, то есть мы тоже привозим различные магнитики. Поэтому огромное спасибо, конечно, за такие магнитики. Но я так понимаю, что теперь нам тоже нужно будет посетить Париж. Ну как иметь такие красивенные магнитики и не побывать, это, конечно, неправильно. Очень красивые магнитики. Супер! Катерина, огромное спасибо! Так, это что-то мне напоминает. Возможно, кружка. Ребят, мне будет очень смешно, честно и весело, что если это кружка. Потому что дело в том, что после каждой нашей поездки себе мы привозим магнитики. А нашей бабушке мы привозим кружки. У нас у нашей бабушки уже очень много кружек. Супер! Уже какая красивая кружечка! Катерина, огромное спасибо! Невероятно красивая! Да, утром пить кофе и заряжаться позитивом, конечно, здорово! Огромное-огромное спасибо! Очень красивая кружечка! Супер! Ну, это ж надо такое, чтобы Катерина вот как раз, говорю, получается ровно в точку. Говорю, как мы бабушке привозим постоянно различные кружечки. Вот так мы себе магнитики. А тут получается и кружечка, и магнитик. Ну, просто-просто у меня эмоции. Ой, да. Катерина, огромное-огромное спасибо за такие подарочки. Так что теперь я понимаю, что все-таки действительно мы следующие поедем, посмотрим Париж. Очень красиво! Очень красивые магнитики. И хорошие, качественные магнитики. Супер! Очень красиво! Невероятно! Огромное-огромное, Катерин, спасибо за такие сувенирчики. И очень-очень приятно, конечно, за такую красоту. Кстати, Катерина была проездом у Швертера. И у нее на канале есть видео про то, как она посетила теплицы у Швертера. Конечно, тоже она рассказывала, что эмоций много, буквально, что успела немножко заснять. Но это ходишь, снимаешь с трясущимися руками. Это хочется все и сразу. Так что, ребят, если вы планируете ехать к Швертеру, старайтесь не планировать список растений, которые вы хотите. Потому что в любом случае вы оттуда выйдете, намного больше будет список. Так, возможно, вы даже половину не купите того, что вы хотели, а купите совершенно другие растения. Потому что, когда ходишь между рядами и смотришь на всякую вот эту вот красоту, хочется, конечно же, все и сразу. Ой, да, очень красиво, очень приятно. Мы вчера с Катериной встречались. И немножко так я задержалась, что наш папа был даже немножко в шоке, когда мама домой пришла в полтретьего. У нас такого еще не было никогда. Мы так хорошо общались, что, честно, даже особо на время и не смотрели. Очень мало, конечно, было времени. Ну, ничего, я думаю, что это все наверстается. Очень-очень с многими интересными людьми я познакомилась благодаря группе, благодаря Ютьюбу. Огромное хочу вам сказать всем спасибо, каждый человечек. Ну, я, по крайней мере, с теми людьми, с которыми я встречалась, с которыми я общалась, очень-очень хорошие, позитивные люди. Побольше бы было таких хороших людей, и я думаю, что у нас бы была замечательная страна. Ну, все, спасибо вам огромное за внимание, за то, что вместе со мной открывали сувенирчики. Катерине огромнейшее-огромнейшее спасибо за сувениры из Парижа. И внизу я напишу комментарий, оставлю вам ссылочку на видео Катерины про то, как она была у Швертера. Возможно, кому-то будет интересно, какие растения в данный момент есть у Швертера в теплицах. А я с вами буду прощаться. Огромное спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.